Девушки отдыхают А как людям жить без зарплаты? Надо же на что-то есть Ну правильно, съемочная группа должна есть, а генеральный продюсер не должен есть, он святым духом питается Да и найти это чертово кино уже все состояние слил, скоро вот последнюю рубашку отдам, а вы мои деньги на ветер На какой ветер? Нам даже на свет не хватает Свет? Да у вас света тут, на миллионы, вот это что такое? Что это за дура? Кто это в свету вписал? Подождите, а как я без крана буду этот трюк снимать? А я не знаю, ты режиссер-то и думай, я тебе что за красивые глаза нанимал? Я за это платить не буду, что ты стоишь, я чай давай Подождите, он уже приехал, ему все равно придется за смену платить Ну и плати, плати пожалуйста, только свои деньги, я за это платить не буду Да вы что, ну нам нужен этот кран? Знаете, я не первый год в кино, что-нибудь знаю Вы что, нам хотите смену запороть? Поймите, без крана мы не снимем, и денег не дают, и снимать не дают Тихо, тихо, устроили тут балаган, группу понабрали, понимаешь, по объявлению Как работать, так никого, а как, да ядрое, быдло Давай По местам все, ну что такое, ну что, психи что ли, опускай, я тебя сейчас с твоей дыротайкой с этой скалы сброшу Опустил вниз, опустил вниз, я тебя под суд поддам, все пойдете под суд Сначала зарплата, потом вниз, потом в суд Правильно, правильно Люди! Вы звери! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Здравствуйте, а мне бы с Яковом Сергеевичем Федениным поговорить Вы, должно быть его брат? Я-то брат, но Якова здесь нет, мы с ним сто лет уж не виделись Вот оно что, ну если вдруг увидитесь, передайте ему, что я от Волошина Хорошо Вы, вы не просто за хулиганство, вы пойдете за вымогательство Мы чужого не вымогаем, только свое Да, и вообще можете там не орать, у нас мотор скоро И уберите кто-нибудь эту машину, она в кадре мешает Все, я в полицию звоню А, и в этот, и в Страсбургский суд еще до кучи Мы видели, у тебя телефон в машине У меня ремень! Что ремень? Рвется, кажется! Сарплату выплати! Пошло! Сейчас! Я с сунтажистами дела не имею! Слушай, каре, а? А то точно ремень порвется Ну, это совсем другое кино будет Ага, вынесен неведомо Ну, что там? А я что могу? Городовщик ушел, минут через двадцать вернется Слушай, звони ему, пускай идет сюда Растяните что-нибудь Я спрыгнул Ну, в общем, убежали все вокруг Нет его нигде Погулять пошел, сволочь Где он гуляет, а? Ладно Потерпите там! Я вызываю МЧС Я теперь заранее выхожу Я пока доползу Надо было дома сидеть, а не ходить по свадьбам Почему? А когда я в следующий раз выйду в свет? Зоя, ты два раза выходила в Сочи в свет И что? Один раз мне по уху настучали, а второй вот... По ногам Вот Ты что хочешь сказать, что я тебе несчастье приношу? Ой Нет-нет, мама шутит, шутит, не слушай идет Мама приносит только счастье О, а вот и такси Ну, пойдемте Яков Сергеевич, ну это некрасиво Чего все думает, что я не догоню? Бегите, бегите, это полезно Кто вы? Мне Волошин про вас ничего не говорил Ну так вы позвонили бы ему и спросили Телефон выключен А, ну да, вот незадача Волошин Волошин вел вас прятаться Я не прятался Вы делали вскрытие, Литкин Что? От чего она умерла? Я не знаю Валентина ее убила? Это врачебная ошибка? Волошин вел вам поделать заключение о смерти Он заплатил вам? Почему вы сбежали? Почему сбежали? Мне позвонили Кто? Я не знаю Я ничего вам не скажу Скажете Я так понимаю, сегодня мы всю свадьбу проведем на ноль Прямо как в автобусе Папа, успокойся, пожалуйста Там уже все накрыто Гошин отец нам готовит сюрприз Вот и наш орел долетел А-а-а Пашот, Грек, мы тут Я сейчас Давай, давай Красавчик, а Папа, придержи коней Завтра смена Есть Привет Бабушка, привет Ну, здрасте, извините, я опоздал Поздравляю вас Какие красавцы Счастья, здоровья и всех, всех-всех благ Тебе счастье тоже не помешает Кстати, Розанна, а где Тамарочка? Ты посмотри на эту женщину опять, она за свое Оставь его в покое Ты свою дочь выдала замуж, я своего сына сама женю Все хорошо? А вот Тамара На, все хорошо А мы что-то обещал с Леней большой выбор Прекрасных девиз, но что-то я одиноких не вижу Мне никаких девиц не надо Ты, если будешь всю свою жизнь сохнуть по Валентине, у меня все красивые достанутся Спокойно, мужики, я вижу, бабушка свободна А бабушка вполне хороша Не-не-не, Сань, бабушку я тебе уступаю Ты у нас командир, ты без Юли сюда пришел И в такой понтовой рубашке Что? Юля мне рубашку подарила? Ну, правда, смотрите, она шелковыми нитками вышла Да что ты говоришь? Смотри, дорогущая Да, да, шикарно Юля где? Как обычно У нее просто денег на новое платье не хватает Весь семейный бюджет ушел на Сашкину озвуру Саид, хоро Все, все Внимание! Дорогие молодожены А вот и обещанный сюрприз Сегодня для вас будет петь Сама Лиана Мануйлова АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Наши воздай Прошу Надеюсь, она пришла без фейерверков Ну и чем тебе не суперприз? Игорян, там бесполезно Легче невесту увезти Я не ищу легких путей Прошу прощения, Лиана Хотел предложить вам бокал шампанского Я перед выступлением Выпью Мудро Я просто подумал, что это Крайне несправедливо Что мы все отдыхаем А вам приходится работать Я прекрасно понимаю Какой у вас тяжкий труд Поэтому Еще раз простите за беспокойство Что же Придется выпить это все одному Ладно, давай сюда Прошу Это ж как надо Не любить человека Ох, и звери вы киношники Да, они звери Помогите, пожалуйста Я вас очень прошу Карановщик куда-то ушел и пропал Ясно Подстраховать надо От греха подальше Есть какая-нибудь плотная материя Брезент какой-нибудь Да, у нас палатки есть Палатки подойдут Тащи Давно вам молчит? Еще недавно орал на нас А теперь почему-то перестал Ясно Он в отключке Прыгать не сможет Пойдем Люльку сами Попытаемся опустить Кимыч, ну что там? Да понятно все У него редуктор гидропривода сломан Да он просто подонок Сломал кран и слинял Ясно Спустить с комфортом не получится Ну что поделать Надо лезть Слышь, бать, давай я полезу Куда ты поперед, батьки? Все, все, я уже побежал за тросом Вот, палатка Куда я? Растягивайте под повешенным Подвешен Видела строчка какая? Да, да Ты здесь пугольцами выраешь Не хочу Ой, садись Ты устал, я вижу Да не буду я сидеть, когда все стоят Убери Зоненька, давай тебе ребенке подонуться Да хватит Умирается твой вид уже Ну что, столько внимания ко мне Пожалуйста, садись Так, отстаньте Ребят, всем привет Познакомьтесь Здравствуйте Это Тамара О, понятно Здравствуйте Кто следующий В ЗАГС Саша, ты туда же Вы Тамара Зоя, очень приятно А где Игорь? А Игорь уже занят Да он по делам отлучился Личную жизнь налаживает Я его отправил с инспекции Проверить пожарную безопасность Зоя Так Приказываю Сидеть Да что ж ты пристал-то ко мне Не сяду я Сказала же, а Ой, простите, пожалуйста Ой, извините Все из-за тебя А я при чем? Да ничего Это ерунда Хорошо, что не вину Давайте я вам как-то помогу И что? Зоненька, давайте присядем Все, успокоились Пойдем, я покажу, где убор Все осмотрится Не ломнись Вот там и разберешь Так, ты, я перед выступлением не пью Чуть-чуть можно? Да, блеск Я перед этими лукашами Каждый день Как обезьяна в зоопарке Выплясываю Большую силу нужно иметь Чтобы это выдержать Особенно, когда понимаешь Что Рождена для большего Он там провис немного Нет? Это у него ремень оттянулся Наблюдательные вы, ребятки Растягивайте, давайте Товарищ майор Ему лучше не падать в таком состоянии В любом состоянии лучше не падать Ты там не отвлекайся, а то сам грохнешься Боитесь, что другого зятя не найдете? Я себе другого зятя найду Получше Не такого, как ты, балабола Он там, жив ты или что? Не уверен В следующий раз головой будете думать Субтитры сделал DimaTorzok Он живой? Скажите, он живой? Живой, выдыхайте Так А вы тут? Спокойно, спокойно, не дёргайте Сейчас поедем Хорошо Димыч, ремень рвётся Ничего, ничего Ничего, держитесь за меня Держусь Давай, 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 давай Смиротно Смиротно Живой? Спасибо 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 Пожалуйста Зарплату Будешь? Мы, конечно, полицию сейчас вызовем Хулиганские действия будут наказаны Но зарплату людям платить надо Не надо полиции Я сегодня всё заплачу Заплачу сегодня же, довольны? Конечно, довольны Всё готово Камера, мотор Начали Греш其實 Ты думаешь меня кто-нибудь любит? Я в этом уверен Да меня всего только купить хотят Купить, поиграть и выбросить Я не хочу тебя покупать Тем более мне просто не на что Вот Вот потому что ты нормальный человек А вокруг они уроды Нет, 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 тихо, тихо Подожди, подожди Тебя не нужно плакать У меня же сердце сейчас разорвётся Т Rolling Приехали ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА То есть этот патологоанатом Феденин вам подтвердил, что причиной смерти Ирины Липкиной была врачебная ошибка? Да. Аллергическая реакция на противодымное вещество в сочетании с противосудорожным препаратом. Анафилактический шок, остановка сердца. И ответственность за это несет Бейкет Валентина, которая не проверила пациентку на аллергию и ввела сразу эти препараты. Так? Видимо, не было времени выяснять. А потом она заставила Феденина подписать ложное заключение о смерти. А вот нет. Тут уже Валентина ни при чем. Это Волошин так его запугал. А Феденин готов подтвердить это официально? Ну, это вряд ли, потому что я-то его застала врасплох. А при вас он, скорее всего, начнет отпираться. И вообще он, наверное, уже сбежал куда подальше. Я не понимаю, зачем он сбежал. Он что, боялся Волошина? Не Волошина, а нашего Мстителя. Какое-то время назад некто позвонил Феденину и предложил ему продать заключение о смерти Липкиной. Феденин позвонил Волошину. Тот велел ему спрятаться. А потом перезвонил и сказал, что все выяснил и все будет хорошо. И что он выяснил? Ну, видимо, выяснил, кто звонил Феденину. То есть, получается, Волошин нашел Мстителя? Получается так. Но никому об этом не сказал. И уже не скажет. Да, жаль. Да. Был близок так к цели и все испортил за своей ревностью. Из-за своей ревности? Да я не злюсь, Ван. Ну, в тюрилы с кем не бывай. Я же не из ревности, только ради тебя. Он же не вернуть ее пытался, а защитить. Юлия Владимировна, так что вы от меня хотите? Чтобы я Мстителя нашел? Нет, Мстителя вы сами хотите найти. Я вообще не для этого здесь. Я хотела вас попросить, чтобы вы отпустили Семечкина. Лень, да вернется она. Я уверен. Костя. Ну, хорош. Эй. Не слышишь, гарью пахнет. Сейчас разберем. Слушай, уважаем. Может, там специальный ягненочек не сгорел? Какой ягненочек? Ну, или теленок, какая разница? Не чувствуешь гарью пахнет? Да вроде нет. Извините, уважаемый. Ты кто? Я метро дотель, мадам. Метро дотель, Джан. Звони куда-нибудь, узнай, почему дымом пахнет. Эти дети допляшутся. Мадам, позвольте, я вас провожу. Позвольте, я вас провожу. Значит, вернусь. Что случилось? Ты уже что случилось? Так это где у нас? Здравствуй, брат. Здорово. Юля, здрасте. Это вы со следователем договорились, чтобы меня под подписку отпустили? Нет, ведь это он сам решил, даже не виноват. Ну что, мы на базу, да? Нет, ведь на базу, да поезжай один. Там сейчас пора только этот старик. А ребята уже все на свадьбе. А вы почему не на свадьбе? А я, потому что мне нужно кое-что проверить. Кое-что проверить. Так, мы не будем выходить? Я не понимаю. Так, внимание! Отставить панику! Так, настоятельно прошу, не издавать громких звуков и не делать резких движений. Сережа! Ну что? Мама, что-то нажали. Стой, потерпи, сейчас уедем. Начинается? Заидыч, ну-ка, на секунду. Только не паникуй, пора выезжать в больницу, побыстрее. Игорь, что у вас? Дыма нет? Чего ждем? Надо же бежать! Так, спокойно, без паники. МЧС здесь. А что, проверь пожарную лестницу. Да, говори. Да, реально, дыма полно. Не выпускайте никого, я сбегаю клип, посмотрю. Подожди. Куда сбегаешь? Там что, пожар? Ты только не бросай меня. Ты спасатель, а спасатели никого не бросают. Я прошу тебя, успокойся. Я очень быстро вернусь. Хорошо? Я тебя не брошу. Точно не бросишь? Нет, Саня, я до вас не дойду. Тут слишком сильно полыхает. Попробую до лестницы огонь сбить. На месте огнетушителей и рукав. Вы пожарных вызвали? Я позвоню охране. Пускай включить сирену. Вдруг на этажах еще люди. Успокой, люди. Я проверю, наверху нет никого. Так, внимание. Уважаемые гости, а также хозяева, молодожены и работники заведения. Сейчас мы выстраиваемся в очередь подвое, как в первом классе и четко, нестроевым шагом покидаем ресторан через запасный выход. Наверху все чисто. Спускаемся по лестнице, аккуратно не бежим, через ступеньки не прыгаем, ноги не ломаем. Дорогие мои, все строимся за мной. За мной все, спокойно. Я кто из камеры выпустил, а? Следователь. Ну, вы не волнуйтесь, это ненадолго. До ужина? До суда. Но я хочу с Соней повидаться, пока меня не посадили. Хочешь убедить ее, что ты не виноват? Ну, я так знаю, что я не виноват. О, понятно. Значит, будешь втирать, что любишь ее. Да, Соня и так знает, что я ее люблю. Послушайте, я просто хочу ее увидеть, вот и все. А веник зачем это притащил? Это ее любимые цветы. Ладно, Соня послала меня за шоколадкой. Раз пришел, купишь сам. А я отъеху ненадолго. Так я уже. Не кричи, Ляночка, я сейчас приду. Да, Сань, оба огнетушителя пусты и рукав порезан. Короче, мы с Лианой в кабинете пересидим до пожарных. Я теперь за Конопачу как-нибудь продержимся. Игорь, я сейчас вернусь. Надо, прорвусь как-нибудь. Саш, Саш, давай лучше я вернусь, может им врач понадобится, а у вас тут Прохоров есть. Вместе пойдем. Что, будем вчетвером пожарных ждать? Очень много людей, ты тут нужнее. Черт. Что? Твою мать. Саня, ее срочно аккуратно нести надо. Значит так, дуй туда, дверь на этаже не закрываешь, чтобы я мог вернуться. Брин. Давай, давай, потай, потай. Спокойно, дышим. Давайте, я помогу. Я не дам им тебя посадить. Я в коляске приеду на суд. Они дадут коляску, так приползу. Соня, ты вообще об этом не думай. Ты лучше думай, как скорее поправиться. От шоколадки я точно поправлюсь на десять килов. Все равно ты будешь самая-про-самая красивая. Самая красивая инвалидка? Соня, ты не выдумывай. Ты скоро обязательно встанешь на ноги. А если нет? Если я никогда не смогу уходить? Ну, тогда я буду носить тебя на руках. И кормить шоколадом. Всю жизнь шоколадом. Если захочешь. Ты что делаешь? Что делать? Ты сам ушел, а здесь ты. Что делать? Дверь конопатить. Если мы с тобой откроем окно, мы создадим тягу. И через минуту огонь будет у нас. Держи. Огонь? Там огонь? Я тебя прошу, не начинай снова кричать. Да я вообще не кричала. А кто людей на помощь звал? Кто-нибудь, кто-нибудь, помогите. Я никого не звала, я тебя ждала. Кто-нибудь, пожалуйста, откройте мне дверь. Помогите. Помогите. Терпи, деточка, терпи, все будет хорошо. Зойка, терпи, кричи, если хочешь, кричи. С ней что-то не так? Что с ней? Стоит, я не знаю, врачи разберутся. Врачи, а ты не врач, что ли? Гори. А ты ори, Зойка, ори. Стойте, а где? Девушка-то где, которая шампански воплила? Деда! Ашот, Ашот, ты с девушками ознакомил? Ты ее видишь? Звони Игорю, у меня руки заняты. Тамара здесь? Тамара? Проходим, проходим, проходим. Груздан, Тамара здесь? Тамара, Тамара там осталась? Я не видел, когда мы находим. Тамара! Тамара! Куда идет? Груздана! Стой же! Стой! Коша, держи ее! Зорому дорогу! У нас ранены! Пропустите! Вперед! Звонит! Дядь, Терен! Возьми, Левик. Все, проходим, проходим! Быстрей, быстрей, быстрей! Алло, Игорь, слышишь меня? В туалете? Да, кричал кто-то, я думал, это Лиана. Сейчас посмотрю. Что посмотришь? Что посмотришь? Сядь у окна. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А, вы, значит, тоже из МЧС? Отдел внутренних расследований. Проводим проверку той аварии на дороге. А, у вас же там погиб сотрудник тоже. Да, к прискорбию. Поехали. Как вы можете оценить действия отряда? Как супер, они герои спаслись только народу. Нареканий нет никаких? Ну, у вас там ничего не пропало, допустим? Нет, ну что вы? А, ну да, да, канистра пропала из багажника. Ну, кто-то увел. Ну, так это ж не спасатели им зачем? Ну, они вообще классные ребята. Я теперь много про них знаю. У меня там друг работает. А, я про вашего друга, кажется, в курсе. Леонид Кистрин, да? Да. Если я не ошибаюсь, это у него же девушка погибла на пожаре в клубе. Да, Ира. Он тогда в Ливии был, в Красном Кресте. Может, поэтому и решил стать спасателем. Очень печально. Спасибо. Пожалуйста. Всего доброго. Она умерла? Я жива, она жива. Дыхание слабое. Я тоже дыхание слабое. Ладно. В коридоре огонь, Игорь. Мы сгорим. Успокойся. Игорь! Лёня, ты что там делаешь? Я пришел за тобой. Дорогу, дорогу! Мужики, ты что там делаешь? Да. Спокойно. Я понял. Ты что с тобой трос на свадьбу взял? Нашел веревку на кухне. Нашел веревку на кухне. Красавчик. Давай. Держи. Выбирай. Кто первый? Я вытащу. Игорь. А ты? Готовься. Все. Ничего не бойся. Лёнь, тяни! Лёнь, тяни! Лёнь, тяни! Не бойся. Ручки вверх. Вот так. Теперь ножки. Все. Сюда. И оп! Аккуратно. И оп! Аккуратно. Вот сюда. Сейчас, 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 подожди. Подождем. Опа! Поспите немножко. Вот так. Вот так, миленькая. Так. Держи. Кто следующий? Кто кто? Девушка. Её в больницу срочно надо. А ты подумай хорошенько. Я вытащу только одного из вас. В смысле? Почему? А я хочу, чтоб ты выбрал. Она все равно уже умрет в больнице. А тебе еще жить да жить. Да, Игорь? Да почему я выбирать-то долго? А тебе не впервой, Касацкий. Однажды, ты уже выбрал вынести из огня Соню, а не другую девушку. Просто потому, что у Сони там богатый папа, который бегал и орал вокруг. Выбирай, Касацкий. Это твоя девушка была тогда на пожаре. Значит, это все ты был, да? Дронов, Нефрёдов, Соня. Игорь, не тяни время. Решай. Давайте, давайте, быстрее. Сережа. Я здесь, здесь. Вот здесь вы и оставайтесь. Вам дальше нельзя. Нет. Сережа. Все будет хорошо. Хорошо, Зоя. Ну, ты будешь тащить или нет? Никто не выбирал тогда. Мы даже ничего не знали про твою Ирину. Как только она позвонила, все сразу бросились ее искать и нашли. Но поздно. Нет, не поздно. Она жива была. Почему же она тогда умерла? Я не знаю. Я сделал все, что мог. А теперь делай, что хочешь. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Черт. Сирены нету, блин. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Я же сказал, дверь не закрывай. Неумно. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ленька. О, Сашка. Помнишь, мы когда первый раз увиделись, я девочку арабскую спас. И вот сейчас. Игорь где? Там. Там. Извини, у меня тут случай сложный. У девчонки сильное отравление. Игорь! Держись, я сейчас. У вас они, это ты. Здравия желаю, товарищ командир! А, шелковые швы? Хорошо. Веревка короткая, обвязаться не получится. Так что держись крепче, понял? Яд? Да ты что, Саш, это миориалаксант, хороший. Я не хочу тебя убивать. Я из-за тебя даже тогда на базе газ выключил. Спасибо. Но его я не дам спасти. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Что там? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ничего себе ты дерешься. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 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 Сашка, Сашка, ответь Иру твою, Валь, Валя убила Тоже не хотела У нее аллергия была А Волоша прикрыла Игорь, что ты не хочешь? Слушай, ты при чем? Ленька Тут никто не виноват Лови! Бонтовая рубашка! Бонтовая рубашка! Бонтовая рубашка! Спасибо, господи. Я знал, что ты за мной придешь. И ты бы за мной пришел. Ну как тут, девчонки? Игорь! Куда я собрался? Куда? Юля? Все живы, Юля? Все живы? Все живы. Игорь? Когда вы запланировали убийство Дронова? Да я его вообще не планировал. Я же там случайно оказался. На той дороге. Когда они приехали, я их впервые вживую увидел, всех троих. Дронова, Нефёдова, Касацкого. Они вживую где видели? Один человек в Ливии ещё хакнул для меня архив МЧС. Я подробно изучил их дела и нашёл запись, голос Аиры. Каждый день переслушивал. Тогда понятно. Канистру из машины друга вы взяли? Да. У Ильи из багажника. Он ничего не знал, не видел. Канистру поставил к легковушке, когда они начали людей выносить. И рацию Касацкого. Да. Вытащил у него из кармана прямо там. Я по-арабски говорю. Игорь Антроз. То есть вы его рацию оставили там, а говорили в другую? Ну, то есть не говорили, а включили запись Ирины? Другую, конечно. Потом вернул обратно. Доктор Нефёдов. Совсем просто. Повредить провод и плеснуть воды было секундным делом. Потом вы открыли газ, чтобы убить Касацкого. Но сразу перекрыли, потому что Нурцегрек. Ну, это ясно. А вот трос, на котором висела Софья Кружко, вы его сразу перерезали прямо там, на месте? На месте. А зачем вы звонили Федынину, патологоанатому? Слышал разговор Кружко с Авериной. Соня сказала, что Волошин интересовался препаратами, которые ей кололи после пожара. Подумал, вдруг там что-то было. Заключение хотел посмотреть. Вот так Волошин и вас оба я счастливал. К несчастью для него. Ты ко мне пришла? Признание писать. Думаешь, станет легче? Мне не стало. А вдруг станет? Но даже если не станет, зато я тебя увидела в последний раз. Если бы ты уехала со мной, я бы остановился. Лень, я хотел. Но ты же понимаешь, мы бы не смогли так жить. Отсидит, сможете. Идем давай. Ну, я так понимаю, что вам нужен новый врач. Да я пока справляюсь, товарищ генерал. Ага. Один на два отряда? Ну, почему на два, товарищ генерал? Мы уж давно один единый отряд. Ну, это хорошо. Товарищ генерал, разрешите? Обращайся. Я бы хотел перевод попросить. О, вовремя, а. Ну и куда ты? В Краснодар. Поближе к универу. Ага. Ладно, детки. Ну, смотрите у меня. Будем считать, что это испытательный срок. Ну, и кто у нас теперь командует? Вы, товарищ генерал? Ну, на тебе, Оловян. Я спрошу, кто командир отряда? Так вот, Касанский хотел. Не-не-не, я отчет раскатил. К тому же меня в столицу позвали. О, в столицу зовет певица. Не завидуй. Товарищ генерал, а давайте мы сами подумаем. Так сказать, коллегиально принимем решение. Вот наглый майор, а. Кстати, а где еще твои два майора, а? Ну… Так они пополнение принимают. А, точно, точно. Вот, приняли уже. О-о-о! Тихо, тихо. О, добро пожаловать! У нас с тобой стажер, что ли? Ага. Да какой стажер? Глотку дерет, как будто подполковник. А можно я у него интервью возьму? Давай, Марка, бери. Держать хочу вам. Аккуратно. Как зовут? Евгений. Евгений Сергеевич. Какие у тебя планы на будущее рассказывай? Да какие, какие планы? Великую идущие. Наполеоновские. Хе-хе-хе. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Девчонки, привет! Внимание, вас снимает очень скрытая камера. Так, брюнетка в черном исчезает из кадра, но я ее догоню. Привет, девчонки. Вас все время снимала очень скрытая камера. Вы постоянно выпадали из кадра, но я вас все-таки догнал. Я Антон, как вас зовут? Я Ира. Это Нинка. Она не всегда такая буква. Всегда. А я местный. У отца здесь, в Сочи, своя сеть отелей. Нинка, слыхала? У нас тут наследный принц. О, как раз папа. Девочки, минуточку. Да, я слушаю. Нин, ну чего ты вы делаешься, а? Нормальный парень. Вон как смотрит на тебя. Ир, ну себе забирай, мне на парне аллергия. Ой, да ладно тебе. Из-за одного козла. Наверное, надо клин клинам. Уважаемые гости, поздравляем всех. Стелус завершен. Прошу вас пойти в помещение погреться. Пока мы привезем сверху вашу одежду. Пошли. Ир, Нин, что там там делать? В толпе. У меня машина есть. Тут рядом есть классный отель с теплым бассейном. Класс. Я ни в какой отель не поеду. Я же не номера вас зову. Искупаемся, через часик вернемся. Как раз они свои вещи заберут, и мы спокойно, без очереди. Да там классно, поехали. Едем. Не-не, вперед садись. Там у печки теплее. Давай-давай. Девчонки, не холодно? Могу печку посильнее врубить. Мне вообще жарко. Это хорошо. Прям крыша едет от этого. Только что были в снегу, чуть вниз отъехали, уже зеленое все. У нас в Сочи оно всегда так. Антош, я подснимаю на твой телефон, а ты мне потом перекинешь. Конечно, держи, Риш. А ты тоже блогер, да? Нет, ты что? Я так снимал чисто для себя, на память. А ты блогерш? Был бы ты блогер, точно меня бы знал. Отлично смотрите вместе, ребята. Отлично. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Он сказал, это Валя еще должна подтвердить, официально Ее скоро тоже вызовут Валя не приедет Она в шоке, да? Медная Ну, может, она и в шоке, только... В общем, сегодня с утра сети видели, как она уезжает С чемоданом Заказите Заказите Нин! Ты где? Ты тут? Нин! Нин! Живая? Не знаю Где больно? Сломала что-нибудь? Вроде... Голова... Голова сломала? Гудит голова Нет Кажется, ничего не сломала А ты? Тоже башкой шибанулась Ай, что там этот наш? Горе-водитель Эй! Антон! Он в обраке, Ир! Надо вылезать У тебя тоже? Не открывается? Нет Перекосила все Телефон-то включен Лень У нее просто шок Уехала, куда глаза глядят Отключила телефон Вернется, включит Перезвонит Да не перезвонит она Не захочет с убийцей Да... Лень, блин Ты не убийца Ты Юлю спас Мою женщину спас Я тебе по груб жизни обязан Саш, это она меня спасла Лень Если все это делал Волошин Значит, трос тоже Волошин порезал Раскрою дело, узнаем И еще доказать надо А я зря на семечки на нас стучал Да, блин У нас тут клуб виновных Один убийца, другой стукач Ты Ашот у нас кто? Людоед? Типа того Ашот! Слава богу, я тебя застала Ну, Зан, ты что тут делаешь? У тебя завтра свадьба Ты в салонах должна быть У меня не свадьба, у меня кошмар Вот здесь, значит, моя машина стояла А теперь ни машины, ни водителя И телефон его не отвечает Ну, давай смотреть Стоп! Вот она моя Подъезжает А это значит, когда был-то? Примерно полчаса назад Куда его понесло? А отмотайте, пожалуйста, еще немного Ясно куда Теперь ищи его где-нибудь под кустами Орел Коль, объяви по громкой связи У нас две девицы пропали А что объявить-то? Ты нашел двух девиц с просьбой принести в инфоцентр? Ну, не тупи Скажи, девушки, которые не забрали свои вещи после спуска Вас ожидают? Ага Так вот они же и не забрали В купальниках-то уехали Ладно, чего ждать-то? Знаете, я, пожалуй, все-таки буду звонить Правильно Вызывайте сразу ментов Да нет, я спасателей вызову Ой, да он слинял просто ваш Антон С девками развлекается теперь Да с девками-то он мог Но Тоха обещал телефон не выключать Он бы никогда не выключил Он всегда был бы на связи Я чувствую, случилось Ну, что-то нехорошее, правда Номер машины 747 Заявка принята Да, направляем к вам спасателей Очнулся Ир, он глаза открыл Антон, слышишь меня? Рука болит Голова, да? У меня тоже И грудь болит И спина Господи, ты что же у него не болит-то? Да вот рука, видимо Ноги целы? Что? Не может? Зажала ногу Я там Дерево Дерево, дерево Придавило нас Надо спасателей? Надо, а как? Наши телефоны там с вещами остались А твой телефон разбился Черт Айвазяны с гриппом слегли Все девять человек? Может быть не все, но они же там все в одном доме живут Куда мне на свадьбу эту заразу? Рузанка, я спасатель, не этот эпидемиолог Я до завтра Айвазянов не вылечу Так никто не вылечит А папа воет на луну, что теперь со стороны невесты будет мало гостей Ну, это же дядя Карен, поводит и перестал Он и неделю может быть Слушай, приводи своих, а? Каких своих? Ну, всю команду, вон их И остальных Слушай, у нас сейчас в команде дела такие И вот не очень весело У вас вечно то одно, то другое А у меня свадьба один раз Не зарекайся Ты дурак Приходите Там Тамарка моя будет Отстань от меня уже со своей Тамаркой А ты-то тут при чем? У тебя вон сколько в отряде парней хороших Ничего там хорошего И вообще нечего на парня пялиться Без пяти минут жена Ребята, вызов Трое пропали В горах, на машине Сань, можно я? Бери Леньку за шивороты и ашота Работать Есть Все, я попробую, поговорю Все, хорошо Антош, ты потерпи Мы что-нибудь сейчас придумаем Да что? Что мы придумаем? Раньше надо было думать на дорогу смотреть Ты вообще-то сама его отвлекала Да, конечно Только и надежда, что этого мажора папочка хватится Может найдутся за того, как мы околеем Ир, перестань Я не мажор Я водитель Чего? Машина не моя, хозяина Я только вожу ее Он меня убьет теперь точно Вот и правильно Паршивый ты водитель Да еще и вру Зато ты самочестность Влогерша-звезда Триста подписчиков Девочки, не ругайтесь, пожалуйста Я правда виноват Ой, машина, слышите? Кто-то едет Эй! 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 Мы тут! Это кто-нибудь! Эй! Кто-нибудь! Эй! Помогите! Интересная у вас версия Я, конечно, постараюсь всю ее проработать Но доказывать, что вы покойный Волошин Причастен к гибели майора Дронова И к другим диверсиям Это, конечно Ну, может, Валентина знала об этом больше, чем мы? Валентину Бекетову мы ищем Но официально в розыске ее объявить не могу Поймите, она только свидетель Ну, хорошо Хотя бы Семечкина вы же можете отпустить Он пока судом не арестован Волошин просто задержал его на 48 часов И Витя не сбежит Вот когда истекут 48 часов Я проверю этот вариант, Юлия Владимировна Проведу повторную экспертизу Троса Но даже если он был перерезан Мы все равно не сможем доказать Что его перерезали после его инвентаризации Которую проводил Семечкин А если он был подвержден ранее То виноват Семечкин Короче говоря, это будет решать суд обняла Само собой А вот взгляните на всякий случай Это распечатка звонков Волошина За последние его два дня Знакомых фамилии не видите? Ну, нет Я, честно, никого не знаю Ну, кроме Бекетовой А вот этот Федынин Это кто такой? Он просто звонил Волошину позавчера утром И сразу после этого Волошин примчался к нам на базу И выяснял, кого у нас нет Не знаю Мы еще не всех пробили А даже если бы всех? Мне бы не сказали? Не сказал бы, разумеется Перестань Тебе же больно Зачем? Если выберусь Попробую отжать дверь Отжать он попробует Ты посмотри на себя Чем можно сжимать? С полными ребрами? Ин, посмотри Что там держит? Сейчас Мамочки Там кровь Офигеть Аптечка есть? Багажники А, ну отлично Сейчас мы выйдем из машины И откроем багажник Так можно изнутри Камера на въезде Показала, что Они выехали налево Не на трассу А там по пути Только один отель есть Короче, я тебе номер Парни скину А ты дай мне Последнюю точку локации Окей? Ага Спасибо В отель я уже позвонил К ним такая машина Не приезжала Он же мог их отвезти Куда угодно По черту на рога А шеф говорит, что не мог Не уехал бы далеко Не предупредив Интересно, он за водилу Так волнуется Или за тачку Ты-то откуда цинизма набрался? Не от меня, надеюсь? Куда? Туда, где отель Туда и езжай Вообще, к нему можно И там, и там проехать Тут все дороги ведут в отель Лень Ты что думаешь? Не знаю Доктор Возьми себя в руки Меня вот тоже бросили Ну что Новых себе найдем Между прочим Моя сестра двоюродная Завтра всех Себе на свадьбу звала Прям умоляла А там будет Из кого выбрать Ну я, конечно Не лучшее время для праздника Соня в больнице Витя вообще У доктора вон траур Лень Пойдешь на свадьбу? Пойду Получается Смотри, что Рука пролезла Но никакой аптечки Я нащупать не могу Если подлокотник не опускается Выломай его уже, а? Не жалко? А, ну да Не стоешь Как раз теперь моя Разбил, значит купил Все равно машину уже Только на запчасти сдать Так А как его отпустить-то? Я же не бодибилдер Я сейчас помогу Сейчас Давай вместе Есть Теперь пролезешь Слушай, вроде оно Класс Молодец, Ир Там еще было что-то мягкое Это плед Плед? Ты что же раньше молчал? Я ради пледа Всю машину разберу на запчасти Минка Я добыла шкуру мамонта Лезь ко мне Ему на двоих хватит Ты грейся, я пока бинтую Больно? Ничего не чувствую Плохо У тебя рана очень сильно кровит Не хочу вас пугать Но у нас вызов По скорой На Туапсинской 18 Давай беги Потом расскажешь Маш, привет Слушай, а помнишь, ты хотела интервью взять у Чутика с Кольцевой? Ну Че ты маешься? Съездил бы с ребятами на вызов Я же у них теперь командир Надо больше воли давать А то так ничему не научится Эки ты стал Мудрый Даже самому противно Ладно, я в душ и до больницы доеду К Соне Ну, про Валентину порасспрашиваю А то Ленька себе вообще места не находит Если что, на связи Нинка, лезь ко мне в атлет Тут никто не рвется нас искать Да я там не помещусь Надо подать знак Антон, можешь погудеть? Не, не работает Ну, что ты вертишься? Тебе не надо шевелиться Сейчас, сейчас А если дым? Дым точно заметят Подожжем что-нибудь Как мы подожжем? Мы выбраться не можем В окно тряпку просунем и зажжем Вот, обивка Она и так испорчена Антон, эту кожу можно оторвать? Можно Заодно голову мне оторвить Зажигалка Там, в бардачке Посмотри заодно Что еще можно поджечь? Чего разделся? Держи Возьми, возьми куртку Нин По-братски Мне штаны, тебе куртка Подожди, подожди Давай вот эту дорогу посмотрим А смысл? Он наверняка по указателю поехал Ну, ехал с девчонками в отель По пути решил не церемониться И прям в лесу Хорошо, поехали Обломаем парню кайф Мы же черную машину ищем Вон она Красавчик Поехали устраивать концерт по заявкам Ну что, Антон? Как покатался? Чего? Где вторая? Какая? Ну ты же двух девчонок с собой увез В смысле двух? Тема, это как? Тема? Слушайте, так это другая машина Дешевая Вы нормальная вообще? Я на нее три года копил Извините Отличная машина Прекрасная девушка Все в порядке Продолжайте До свидания Я же обещал, что кайф обломаю Грек геолокацию прислал Телефон Антона Последний раз фиксировался вот здесь А, ясно Направо надо было поворачивать А не налево Хватит, наверное Я руку просуну А ты перчатку поджигай И мне потяни Держи глаз Давай Ты только подальше От машины бросай Что-то слабенькое дымит Может еще разгорится Антон Эй Ты что притих? Я тут Хорошо Хорошо Сейчас точно разгорится А потом разгоримся мы Я не хотел тебе предоставать Правда Я так обычно не поступаю Верю Я не в обиде, честно Эй Эй Ты чего? Смотри Здравствуйте Здравствуйте Добрый день Векусь Мне вот интересно Почему спасатели К этому идиоту Все время приезжают разные А скорая одна И главное Почему именно наша? А почему вы здесь сидите? Вы их зайти что ли боитесь? Не без этого Не открывает он Это соседи снизу нас вызвали Говорят он Сверху в пол стучит И стонет Ну Может он не один? Я тоже так думал Потом прислушался Не похоже К тому же Где будет Тихон Себя такой же Как он Малахольный Нашел Но если один из турников Дело плохо Не будем церемониться А разве можно без участкового? Можно Если человек на помощь Завет И мы же не слышим О Слышите? Помогите Не слышите? Ну будем считать Что я слышу Горит? Еще как Тушить надо Супер идея Будем через окно плевать Не доплюнем Может если попробуем Тут дырку расширить Выберемся через багажник Да как вы откройте багажник Козов-то смят Крышка может не подняться Надо попробовать Только нам дым уже пошел Угу Затакнем все раньше Чем сгорим Зато не замерзнем точно Козов-то Папа. Папа. Маленькая моя. Маленькая моя. Все хорошо. Все хорошо. В больнице? Да. Не помнишь ничего, да? Ну, не страшно. Главное, меня узнала. Я помню, я упала с крыши. С крыши? С какой крыши, Соня? Там у тебя, на складе. Где моя дочь только не падала. А Димка меня выхватил? Не Димка. Витя. В горах. Пап, пап, а где Витя? Он тоже упал? Витя, твой Витя. Пап, он жив? Да жив твой Витя. Это из-за него ты в больнице. Нет. Да, да. Он подсунул тебе поврежденную страховку. Я слышала, он говорил, все будет хорошо. Я с тобой. Дочь. Пап, он был рядом. Он не виноват. Но почему ты так ему веришь? Как тебе? Когда они тебя обвиняли, я тоже им не поверила. Потому что просто ты меня знаешь. Просто я тебя люблю. А его? Что так елками воняет? Вау, круто! Господи Иисусе! Ты Христа в свое не поминай. Тут Осириса призывать надо. Тихон, душа моя, тебе не надоело? Не-е-е. А зачем тогда соседям в пол стучал? И главное, чем стучал? Туалет! А в твоей системе технических отверстий это не предусмотрено? А-а-а. Понятно, что за елки. Это смола. А что, вон древние египтяне, между прочим, так и бальзамировали. Угу. Только они перед этим все внутренности удаляли и по судочкам раскладывали, чтобы мумия по нужде не просилась. Ну, допустим, бинты на теле можно срезать, а вот на голове-то потолще. Угу. Ножницы не возьмут. Распилить? Да зачем распилить? Можно постучать как следует, и все само расколется. А вот по голове бы я ему не стучал. Ладно, вы пока тел освобождайте. Я скоро вернусь. Угу. Скажите, вы не против, если я у вас интервью возьму? Угу. Класс. Думаю, я пролезу. А я не пролезу. Ир, ты как? До крышки можешь дотянуться? Дотянулась. Не открывается. Ир, там под замком есть такая крышечка пластиковая. Сними ее, под ней рычаг. Вот на него нажми. Бесполезно. Ты что делаешь? Открыть пытаюсь. Не мешай. Нет! Получилось! Умничка! Подожди! Куртку возьми! А ты как же? А я твой плед возьму! А то ты голая совсем! Ир, там в багажнике есть огнетушитель. Как его включат? Бломбу сорви красную. И выдерни чеху. Колечко. И нажимай. Ну, нажимай что? Стряхни посильней. Он какой-то сломанный у тебя. Тогда убегай, слышишь? Убегай отсюда. Я сейчас. Я помощь приведу. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Что, давайте? Аккуратненько. Что, готовы? Отлично. Итак, Тихон, скажите, пожалуйста, как же вам удалось запеленать себя самостоятельно? Ну, сначала голова, потом бинты разложил и катался. То есть вы пропитали смолой бинты, потом обмотали голову и просто перекатывались по разложенным на полу бинтам? Угу. Потрясающе. Ну, какова была конечная цель данного эксперимента? Вечное тело. То есть бессмертие? Вы хотели забальзамировать себя при жизни, чтобы стать бессмертным? Доказать, что я могу. Гениально. Тихон, у тебя фамилия не Раскольников? Он тоже все хотел доказать, что может. И ведь доказал. Все. Ноги свободны, путь открыт. А куда он? А, ну да. А тазик зачем? Для внутренних органов? Угу. Для мозга. А, поняла. Класс. А что, кола смолу растворяет? И ржавшину, кстати, тоже. Правда, можно было и спирт. Да вот еще. Стал бы я на него спирт тратить. Улегчало? Давайте. Ложите сюда. Ты зачем околеешь? Ничего. Мы сейчас с этого согреемся. Думаешь сгорим? Попробуй тоже через багажник вылезть. Ну, кто сказал, сгорим. Я говорю, согреемся. Убегай. Нин, пожалуйста, попробуй выбраться. Убегай. Нин! Убегай! Ну, блин! Ну, я не знаю, что ты говоришь на теле. Убегай. Нин, беги. Дым! Вон там дым! Смотрите! Подбавь газу! Помогите! Быстрее! Нам помощь! Леня, смотри ее! Ага! Можете меня смотреть? Мы ей спасать, и не горят! Да мы видим, видим! Пожалуйста, пожалуйста! Они же сгорят! Они сгорят, им помогут! Веренка! Алло! Говорит врач отряда МЧС-3215! Нужна скорая и пожарная! Антон! Антон! Антошенька, слышишь меня? К нам уже пришли! Иди! Пожалуйста, не умирай! Чего вы стоите? Пялитесь! Один тушитель есть! Давайте быстро! Ребят! Веревку натяните! Ай, голова! Давай-давай! Спасибо! Все, Ира, давайте в машину! Ну, вы поймите, мы просто все переживаем! Доктор у нас вообще без лица ходит! У вас один доктор, а у нас тут весь коллектив с ума сходит! У нас зам главврача исчезло! Это не шутки! Да у нас тоже весь коллектив! Валентина нам полуотряда вылечила! Слушайте, она правда никому не сказала ничего! Ну, я Валю понимаю, если честно! Потому что у нас Юра столько лет прожила! И все у них хорошо было! И тут вдруг покое! Ну, любой человек по фазе поехать может! Ну, сколько лет, ну? Год максимум! Да вы что, какой год! Они пять лет вместе! Если не шесть, это не год точно! Так он сколько раз приходил сюда огне и все нормально было! Казался адекватным нормальным человеком! Вот вдруг раз! Подождите! Вы уверены? Пять лет точно? Да! Лень, посмотри, что там с ними! Я в машину за инструментами и одеялами! А что, давай со мной! Девушка! Мы огонь потушили! Сейчас будет полегче! Вы сами целы? Я да! А он отрубился! У него нога ранена и зажата! А еще говорил, что грудь болит и спина! Ну, дышит! Вы можете его как-то вытащить? Обязательно вытащим! Но вы его не трогайте пока! Если жаловался на спину, может быть поврежден позвоночник! Дышит и хорошо! Сейчас мы вас погреем! Ну как, полегче? Да, спасибо! Машину только не качайте! По возможности! Кто там? Позвоночник? Скорее всего, да! Лисо прикройте! Итак, Тихон, ваш эксперимент завершен! Скажите, можно ли считать его удачным? Ну, в целом, да! Но, возможно, не все этапы еще достаточно проработаны! Ну, вы уже довольно далеко продвинулись в области трансформации вашего тела! Скажите, почему бы не пойти дальше? Куда? В область духовной трансформации! А это интересная мысль! Область духа открывает широкие возможности! Там просто непаханное поле! Девушка, это прекрасная идея! От лица нашей бригады скорой помощи мы выражаем вам искреннюю благодарность! А что, вы думаете, к нему теперь скорую не будут вызывать? Обязательно будут, Викусик! Только теперь уже психиатрическую! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здрасте! Можно выходить? Нет! Как же его брошу? Ты же не одного его здесь брошишь, а в теплой и приятной компании! Он-то с нами! А подруга там совсем одна! Ребят, вы его не трогайте пока, я носилки принесу! Давай туда! И я! В этом тесном багажнике! Как будто меня похитили бандиты! Совсем одна! Эта жучка одна никогда не бывает! Я же сказал! Сидеть в машине! Аккуратно! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, достаем? Ага! Я вам достану! Сказал не трогать! Так мы только ногу! Ну-ка, брысь отсюда! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здрасте! Ой-ой-ой! Это не вовремя совсем! Что чувствуете? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нага, нога, не зажата! Могу встать! И еще чего? Не двигайтесь! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ладно... А Нина, как Нина? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА греется. Я ей говорил, уходи, а она не ушла, не бросила меня. Это хорошо, когда тебя не бросают. Ну, наконец-то! Одна тут сижу на весь отряд. А нечего сидеть, ты теперь царевна должна тебе прибрать, щей наварить, пока богатыри на охоте. И на кого же мои богатыри охотились? На ежей. К ежову, что ли, ходили? За Витьку просить. Я думаю, вряд ли он чем-то поможет. Ну, знаешь ли, поможет, не поможет, а вдруг поможет. Давай, Катаревна, сварганчику. О, вон еще один богатырь идет. Всем привет! Привет. Я был в больнице. Знаете, что узнал? Про Соню. Соня пришла в себя. Я, правда, к ней не стал заходить. У нее будилов был. Да ну его. Ну, главное, что очнулась. Да, очнулась. Давай. Я сам. Про Валентину Нерл чего? Внимание. Валентина с Волошиным больше пяти лет вместе были. Вот это сенсация. Да. Это странно. Ты вообще уверен в этом? Ну, в больнице так сказали. Не знаю. Выходит, он не из Алипкиной с Валей познакомился. Может быть, он эту Иру и не знал вообще. Да нет, они как-то связаны. Мне Коблев еще следак этот новый показывал список звонков. Кто звонил Волошину позавчера утром, перед тем, как он сюда заявился. Ну, и кто звонил? Федынин. Это знаешь, кто? Патологоанатом, который проводил вскрытие Липкиной. Так может быть, он не одно вскрытие делал и созванивался вообще по другому делу. Ну, то есть телу. Так тихо. Федынин. Где-то я уже это слышал. Что я слышал? Фамилию. Да, точно. У Валентины как раз позавчера. Она делала осмотр, а Марьяна вбежала, вся вопит такая. Говорит, вот, Федынин все бросил и слинял. Очень любопытно. А в каком часу это было? Ну, днем. Так и звонок был утром. Значит, Федынин позвонил Волошину и сбежал. Может быть, не из-за этого? Да нет, нет. Валентина еще так напряглась вся, когда услышала его фамилию. А может, мне просто показалось. Ноги чувствуете? Да. А еще что-нибудь чувствуете? Что живу. Ну что, можем? Давай аккуратно. Ашот, поднимай. Давай, давай, давай. Я без Антона никуда не поеду. А ты поезжай. Тебя вон поклонники добросят. Ага. То есть, ты этого Антона не бросишь, а я тебя брошу, да? Фигушки. Главное, сама ехать. Я не хотела. Аллергия у нее на парней. Ну, я думала, он мажор, а он шофер. Да. Ха-ха-ха. Ха-ха. 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 Тебя-ха. Ха-ха. Ха-ха. Поїху. Ну, я не办. Ха-ха. Влечу. Ха-ха. Варя! Варя! Зачем ты пришёл? Я хотел зайти, у тебя свет погас, я подумал… А ты куда? Я уезжаю. Я понял, что ты не за грибами с чемоданом идёшь. Куда уезжаешь? К кому? Не к кому. Сначала в Ростов, а потом подумаю. А как же я? А шо-то так нельзя. Варя, мы перед ним виноваты. Но мы не виноваты в том, что он погиб. Мы же не можем теперь страдать всю жизнь. Это неправильно. Ну вот и не страдай. Зачем я тебе? Сама знаешь зачем. Ты просто не всё знаешь. А шо-то я беременна. Всё, иди, пожалуйста, я такси вызову. Подожди. Это мой ребёнок? Я не знаю, чей это ребёнок. Я знаю. Он мой. Юля, как ты думаешь, вот так нормально на свадьбу? Нет, это не нормально. Подружка невесты порвут тебя на счастье и просто уточнят. Ну, ты же им не позволишь. Правильно я понимаю? А ты в чём пойдёшь? А мне как-то не обязательно врать. В смысле? Гиреев, Зоя пойдёт, а я что, холостой? Так ты холостой и есть, Саш. Идём жениться. Обязательно. Только сначала мне нужно будет кое-что выяснить. А я даже знаю что. Будешь этого патологоанатома искать? Нет, я просто доведу справки и поболтаю с Коблевым. Послушай, ну вот сбежал человек из морга. Ничего же страшного не произошло. Он же живой сбежал. Волошин с Валентиной давно. Значит, Липкину он не любил и мстить за неё не мог. Правильно? Ну, наверное. Валентина была врачом Липкиной, а Федынин проводил её вскрытие. Недавно он чего-то испугался и позвонил Волошину, который тут же помчался на базу. А Федынин спрятался. О чём это говорить? О чём? О том, что с его заключением о смерти было что-то не так. И настоящий мститель об этом узнал. А Волошин искал настоящего. Почему? Может, потому что он следак? Ага. А ещё потому что Липкину убила Валентина. Валентина. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима, раскинулось море широко. Это самый бюджетный вариант для прогулки. Но у меня есть и побольше. Нет, вас, Ген, не надо. На, команда небольшая. Капитан да юнга. Ладно, давай ключи. Не забудьте надеть бронежилеты. Обязательно. Вы что ли, красавица, пойдём наряжаться. Пойдём. Пойдём. Ага. А у вас тут вай-фай есть? Дорогая, у меня на лодке только вай-фай есть. Чисто? Давай, дорогой миссия. Так, дай-ка я застегну. А это что, каюта? Ну, вроде того. Всё, я пошёл. Плотно дверь не закрывайте, заедает. Кстати, у меня есть ещё акваланги. Пронести недорого. Нет, нет, спасибо. А что нам под водой делать? Мы тонуть не собираемся, в асген. Субтитры подогнал «Симон»! Ясно. Она в коме, да? Нет. Мы пока её сами сидируем. Но ведь операция хорошо прошла. Нормально. Дорогие мои, это спиной мозг. Мы не можем заранее знать, какие будут последствия. Скажите, Соня сегодня очнётся? Я так понимаю, вы тоже собираетесь тут посиживать? Я тех двоих еле прогнала. Кого? Касацкого и Фомина. В общем, нет, не очнётся. Ладно, я тогда, наверное, позже зайду. Давай. А я здесь буду сидеть. Будешь. Долго будешь сидеть, только не здесь. Понял. Я прошу вас не устраивать. Угробила мою дочь, подонок. Спокойно. Ведь я наоборот её вытащил. Да я тебя закопаю. Послушайте, Иван Михайлович, успокойтесь. Я старший по званию. Командир отряда. Я несу за него ответственность. Саша, не надо. Вообще, он прав. Семечкин. Ребята, пожалуйста, подождите на улице. Всё, мы уходим. Простите меня, пожалуйста. Успокойся, это приказ. Угди отсюда. Ей очень повезло. Она будет жить. Это уже точно. Вопрос как? Не изводите себя. Поезжайте домой. Поспите. Ну, или хотя бы поешьте. Вы когда последний раз ели? Доктор, я прошу вас выйти. Мне необходимо поговорить с отцом пострадавшей. Вы можете поговорить в коридоре? Не могу. Я тебя предупреждал. Ну, деда, пошли лучше в музей. Ну, так, так были же уже вчера. Сколько можно? Здесь мало военных музеев. А почему? Ни одного сражения тут не было. Я же тебе уже говорил, не было боёв в Сочи. Тут госпиталя были. Ну как, ненцы сюда совсем не приходили? Не приходили, прилетали. Вон, с моря. Вот пойдём на пляж, покажу, с какой стороны они залетали. Ну, ладно, пошли. Сейчас я тебе крем от солнца принесу. Деда! Шурка! Да я не хотела ехать в эти Сочи. Ну и осталось бы. Сегодня на Серебрянку пошла бы с нами попасться. И Клим тоже идёт. Чего? Клим идёт? Ага. И Кусик тоже будет. Скотина. Я убью её. Товарищи, я в вахты не в силах стоять. Сказал кочегар, кочегаро. 20 лет прошло, а ты до сих пор скучаешь по этому всему, да, Серёж? Почему по этому? Море, солнце, брызги, штурвал. Ларушка, я ведь ледокол водил. Какие брызги, какое солнце. Хотя брызги, конечно, были, но я не могу сказать, что я уж по ним слишком так скучаю. Но всё равно морская романтика. Это да. Алька. Да, Ваню Лиза, ты что там засела, как крыса? Крыса. Будем тонуть, выйду. Не трогай ты её, переходный возраст у человека. Переходный возраст. Отец я или не отец? Ты рулевой? Рулевой. А рулевой дай порулить, а? Уверена? Конечно, хоть минуточку, пожалуйста. Словоименинницы закон. Ой. Серёжка! Ты моя капитанца. Алька! А ну-ка давай, выходи. Смотри, как наша мама управляется. Давай-давай. Как говорится, тяжело в учении. Легко в бою. Точно. На вызов бы сейчас. Да, типун тебе на язык, Семечкин. Да всё лучше, чем про Соню думать. Так бы спас кого-нибудь напоследок. Гляди-ка. Будилов его напугал тюрьмой, а он уже и собрался. Угу. Витя. Витя. Он сейчас не в адеквате. Это надо понимать. Да всё я понимаю. Я Соню чуть не убил. Виноват, значит, виноват. Это твоя причина. Это я виноват. Была бы я на базе, когда Малышин приходила, это бы не произошло. Ёль, ну хватит. Ты ерунду говоришь сейчас. Сахар повыкинул. Вот дура. А он пошёл на склад и порезал трос, который сверху лежал. Да если бы он хотел покушение на Игоря сделать, он бы все тросы перерезал. А так непонятно, кто бы сорвался. Если были бы перерезаны все тросы, покушение было бы налицо. А так? Халатность. В тот день официально работали Касацкий и Соня. Малышин об этом знал. Специально спрашивал. А Соня тоже была на том пожаре в клубе. Но её спасли первые, потому что Будилов ходил, поорал на всех. А вот Ирину не успели. Поэтому кто бы из этих двоих не сорвался, Валышин любой вариант устроил. Леонид, слушайте, а Соня, она ведь поправится? Вить, я даже рентгена не видел. Ну так и посмотрел бы. Зашёл бы к Валентине. Ты же с ней, как говорится, на короткой ноге. Уже без ноги. Не хочет она меня больше видеть. Лёнь, всё, расслабься. У неё другая нога появилась. Валышин. Кто? Ну всё ясно? А что ясно? Почему этот Валышин про меня спрашивал вчера. Между прочим, ещё один кандидат для Валышина. Слушайте, у меня уже голова пухнет от этого всего. Правда. Ребята, в гостинице мальчик застрял в решётке балкона. Головой, естественно. Информацию скину. Еду. Саня, давай я, а? У меня ж там не пульку бабочку танцевать. Просто решётку раздвинут. Ну, я здесь задыхаюсь, как в тюрьме. Езжай, Саид. Всю жизнь мечтал, чтобы Гиреев у меня отпрашивался. Что? Не-не, ничего, езжай. Александра, можно я тоже на вызов поеду? Тебе, Семечкин? Нет. Иди катер мой. Есть. Слушай, может быть я и на ледоколе бы смогла? И на ледоколе, и на сахогрузе, и на танкере. Аль, Аля, ну давай выходи. Слушай, отстань ты от неё, пусть сидит. Приём в гостиницу, будете в номере сидеть. А здесь нечего. Так, держи крепко штурвал, я сейчас. Подержу, давай. Аль, ну хорош, давай, улица. А подвяжись, а? Дай телефон. Добрый день. Весело вы тут отдыхаете. Да уж, добрый. Видите, с головой у нас проблемы. Да какая-то проблема. Знаете, сколько я голов вытащил? Тебя как зовут, юноша? Шурка, а почему вы с палочкой? Вы старенький? Шур. А скажи, почему твой дедушка на полу сидит? Да я так присел. Внуков компанию составить. Ну-ка. А испарина от того, что день жаркий, так? Похоже, твой дедушка чего-то не договаривает. Он грудь тер. Вот так. Я видел. Ябеда. Понятно. Значит, голова пока подождет. Так. Сейчас мы. Опа. Кладете под язык и рассасывайте. Наверняка опыт имеется. Вы пока тут посидите. А я вызову скорую. Нет. Я внука не брошу. Подполковник Гиреев. Срочно скорую в отеле Кюм. 302 номер. Сердечный приступ. Все ждем. Ничего себе! Подполковник! А то! Ну, готов? Да! Поехали! Обязательно было день рождения матери портить. Да нафига я вам там. Чтоб сидела с тупой рожей, рот, душей. И палилась, что меня все достало? Зачем вы меня вообще сюда притащили? Я домой хочу! В Москву! Ну, да поедешь ты в свою Москву. Всего 4 дня осталось. Давай. Вылезай. И дави лубу шире до ушей. Даже если тебе плевать на родителей с высокой колокольней. Да вам на меня плевать. Никто ни разу не спросил, что я хочу и что мне нужно. Может, не надо скорую? Меня уже отпустило. Когда вас отпустят, будет уже поздно. Но я просто за внука переволновался. Вы же не хотите, чтобы я переволновался за вас? Давайте, вставайте. Сейчас приедет скорая. А вы пока полежите в номере, там попрохладнее. Шур, давай с нами. Чего торчать одному на балконе? В море человек. Наверное, с корабля затонувшего. Или с самолета. Какой человек? Он далеко, в оранжевом жилете. Так. Ну, видите, да? Нет. Там. Вижу. Земечкин! Земечкин! Хватит страдать уже! Хватай гидрокостюмы и на катер! Живо! 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 Есть! Папа, вы куда? На рыбалку. Что-то случилось? Человек за бортом. Только борта нет. А можно я с вами? Сейчас. На базе сиди. Привет. Я к вам посоветоваться пришла. По поводу? У меня вчера сообщение пришло. Анонимное. У человека есть информация. И он хочет ее опубликовать. Но сам боится. Какого рода информации? Про одного сотрудника МЧС. Ух ты! Ну, так он сказал. Ну, типа, это моя тема. И я не испугаюсь и смогу провести расследование. Ну, прекрасно. Пусть присылает. Нет, это он тоже боится. Мало ли кто перехватит информацию. Он хочет, чтобы я пришла вечером к морю. Вот сюда. Точку прислал. А на пляж, что ли? Нет, там вечером никого не бывает. Ну, да. И я одна должна прийти. Слушай, что это за игры такие? Давай я вместе с тебя пойду. Нет, а вдруг он к вам не выйдет? И потом напишет про меня в сети, что я струсила. И репутация моей хана. Ах, репутация. Маш, мне это не нравится абсолютно. Ты хотела моего совета? Вот мой совет. Не ходи. Слушайте, а вы можете его как-то в сети пробить? Не могу. Ресурсов таких больше нет. Ухать, ну, хватит. Ты что, ты боишься? Ну, нормально, в 5-ти. Варя? Привет. Привет. Присядем? Да. Ну, говори уже, что случилось. Волошин, следователь. Он говорил с тобой? Ну, ты как думаешь? Конечно, говорил тогда еще после гибели Валеры. Варя. Ты ему сказала про нас? Про нас с тобой? Ты серьезно? Прости. Он спрашивал у меня вчера про пожар в клубе год назад, где девушка погибла. Помнишь? Помню, конечно. Валеру тогда еще проверками заучили. Но тебя же там не было. Ну, да. Волошин интересовался, где я был в этот день. Ты не сказал, что был со мной? Нет. Но мне показалось, он и так знает. Ты решил тебя предупредить. Спасибо, конечно. Ну, мне уже все равно. Я сама все рассказала этой девочке Маше, которая видео делала. Ну, сдура, конечно, сорвалась. Ясно. Маша, конечно, рассказала своим. Юля пошла к Полошину. Может, и нашу уже все знают. Тебе стыдно перед ним? Да. Да и перед Валерием Аркадьевичем. И перед тобой. Понимаю. Ну, теперь уже поздно жалеть. Я ни о чем не жалею. Я люблю тебя, Варя. Вижу его. Вон железо. Лицом кверху. Будем надеяться, что живой. Живая. Глазастый ты, доктор. Отсюда, что ли, прям видишь? Вижу, что это она, а не он. А живая, не живая пока не видишь. Сейчас подойду. Давай. Живая? Живая? Голова только разбита. Давай, аккуратно. Мужки, давайте. Она не тяжелая. Да, это она пока в воде не тяжелая. Опа. Клади. Все, на сюда. Оп. Аккуратно. Тихо. Сумочку дай, мое. Николай, там еще что-то? На, на. Здесь букет плавает. Свадебный букет-то. Может, на яхте какой-нибудь свадьба была, она упала, по пьянику не заметил. Только она не особо для свадьбы одета. Костя, как думаешь, сколько она здесь проплавала? Судя по состоянию, минут 20-30, не больше. Рана серьезная? Да рана вообще ерунда. Скорее всего, просто сотрясение. Хорошо. Эх, русалка, русалка. Откуда ж тебя принесло? Семечкин, еще что-то нашел? Тут пятно какое-то. Масляное. И канистра. Да тут, возможно, лодка затонула. Интересно, сколько их было человек? Я не могу больше. Зачем ты нас сюда притащил? Мы же утонем тут. Ничего. Больше мы сейчас не утонем. Здесь, понимаешь, образовался воздушный пузырь. Ну-ка дерни. Дерни. Можем дышать сколько угодно, пока нас не найдут. Нас вообще искать будут? Конечно. Мама же посылала за помощью. А если мама тоже утонула? Нет. Наша мама утонуть не может. Она послушная. Ей сказали, на день жили. Это она надела. На день жили. Ну-ка, руку. Я, значит, такая плохая, да? Непослушная? Вот и надо было без меня ехать. Что-то тут есть. Аля. Что? Аля, Сережа. Они утонули, господи. Сколько вас было? Сколько вас было? Упасите их. На строй. Я, муж и дочка. Пустите меня не в каюте. Пустите меня не в каюте. Да, это катер. Я переодеваться, погружаться будем. Сидеть. А вы, собственно, к кому? Виктора Семечкина хотелось бы увидеть. Он на выезде. Уверен. Послушайте, если вы нам не доверяете, можете сами пройти везде. Только мы пройдем вместе с вами. Ну, разумеется, я могу пройти. Мне вашего разрешения не требуется. А на каком он выезде? Где? Спасательная операция на море. А я так понимаю, что вам уже удалось с Будиловым пообщаться? А разве я перед вами обязан отчитываться, с кем общаюсь? Значит, вы, Касацкий, утверждаете, что именно Семечкин проводил последнюю инвентаризацию спасательного оборудования? Я ничего не утверждаю. Послушайте, все есть в отчетах в документации. Если вам интересно, можете ознакомиться. А главное, проверьте трос. Он там же, на месте, был передан сотрудником полиции. И он был надрезан. Экспертиза этого неподтвердила. В смысле? Как? Саша, Саша. Юрий Петрович, а вот мне очень интересно, почему именно вы ведете это дело? Вам что, кажется, что оно как-то связано с другими покушениями? Я веду это дело Юлии Владимировны, потому что оно мне поручено. и доведу это дело до конца. Уж поверьте. Ну, показывайте мне вашу документацию. За мной. Отлично. Прямо под нами. Это канцер, да? А они внутри? Они живы? Это эхолот. Мы видим только очертания. Сейчас нырнем. Витька, вошли вниз. Ага. Можно я сяду? Пожалуйста, я не могу лежать. Я хотя бы на воду буду смотреть. Пожалуйста. Успокойтесь, послушай меня. Возможно, у вас и трясение мозга. Так что лучше вам подлежать. Я бы просто на водичку посмотрю, но они же не могли утонуть. Господи, Алечка, скажите, что они живы. Скажите, что они живы. Скажите, что они живы. Стучат, пап. Слышишь стук? Это не твои зубы. Пап. Что? Что они говорят? Держитесь, говорят. Пять минут. Не врешь? Может, ты не понял, что они стучали? Балдаты. Я ж моряк. Я тебя пытался научить Азбекин Морзе, а ты не хочу, не хочу. Бя-бя-бя-бя-бя. Тихо. Скажу тебе, Силантий, со всевозможной приматой, что в успехе этого предприятия я не уверен. Так это же прекрасно. Я вот, когда иду на экзамен с полной уверенностью в успехе, я всегда получаю тройбан. Но от тройбана по античной истории еще ни один дом не рухнул. А история не припомнит случаев, когда бочка разрушила бы дом. А старой жилы не припомнят. А может, хотя бы трубки открутим? Ну, воду внизу перекрыли же. Савка, напряги свои гуманитарные извилины хотя бы три штучки. Мы для чего бочки двигаем? Чтобы не пришлось трубки отсоединять, они поэтому и протекают, что их протянули сюда под углом. Бочки подвинем, угол выровняем на 180 градусов. Может, на 90? А прямой это 90? Неважно. Давай, закручивайся все у себя. А ведь не бойся, когда мама нам давала эти имена, Саватей и Силантий, она надеялась, что вырастут крепкие крестьянские мужики, которые смогут и печь выложить, и корову подковать. Но что-то пошло не так, и она 20 лет уже не может с этим смириться. И доверяет свою водонагревательную систему политологу и историку. Я все. Двигаем? Давай только потихоньку. Давай. Давай еще 10 сантиметров! Хорош! Сила! Сила! Ты живой? Сила! Помогите! Помогите! Пожалуйста! Но они же не могли утонуть, да? Они же не утонули, господи! Парочка, дорогая моя, а ну прекратите сейчас же! Их нашли! Нашли! Слава Богу, живы все! Достаньте их! Достаньте! Почему они их не достают? Представляешь, Кость, там самолеты! Самолет? Мы на катере! Какой еще самолет? Вы их не нашли, да? Они что, меня обманывают? Лодка каким-то образом прямо на самолет легла! Да чего за самолет-то я не понимаю! Военный, старый! Сырлен, великодечественный! В общем, надо тросы вязать, попробуем дерзать! Там как раз половина осталась! Самолет сдвинуть не сможем! Мощинам не хватит! Держи страховку! Отодвинем хвост немножко, чтобы дверь в каюту освободить! В каюту? Туда к ним вода затекла? Затекла! Там воздушный карман! Я закрепил! Отлично! Я вниз! Хвост обвязывать! Сил! Очнись, а! Ну ты хоть отползи, я бочку сброшу! Манделла, он живой? Ты не скули, ты его тащи куда-нибудь! Люди, селяне, соседи, кто-нибудь живой? Или что это за сочинское вымирание? Савка! Обалдуй! Ты чего там бузатаришь? Помогите! Помогите! Позовите кого-нибудь, пожалуйста! Я не могу уже так! Сейчас позвоню, вызову! Держись! Нет, ну вот когда меня этот будиловский амбал запихнул в машину, ты ж поехал за ним, и никто тебя не спалил! Он бы спалить! Я за ним поехал, потому что он тебя уже увез! Ну что мне еще оставалось делать? А сейчас, пока тебя никто не похищал, чего я поеду? Так может похитят еще! Слушай, да не будь дура, и не ходи туда! Какой-то мутный тип, ночью на берег! Ни одна нормальная девчонка на такое не поведет, если у нее есть мозг! Я не девчонка, а журналист, понял? А у него может быть важная информация, между прочим, про сотрудника МЧС! Ну же он в двадцать первом веке! Способов передачи информации тысяча! В конце концов, он может оставить флешку на вокзале в камере хранения, как в шпионском детективе! Вот ты такой умный, да? Между прочим, если бы он реально хотел меня похитить, он бы вообще не стал мне ничего писать, а просто бы подловил меня на улице, и все! Ну и супер, значит, и бояться нечего, правильно? Правильно! Очень рада, что ты за меня не боишься! А должен? Ну, что ты меня не должен? Фомин, вот ты где! Свободна! Давно по крышам не лазил? Давай, бегом! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Тихо, успокойся! Загребили, Николай? Почти! Иди на нос! Зачем? Иди, иди! Не переживайте, все в порядке! Там торпеда внизу! Рядом с катером и самолетом! Блин, а чего делать? Блин, а чего делать? Думать будем, что делать! Гвоздь дергать нельзя! Не дай бог, рванет! Пиши старику, пиши, чтоб вызывал саперов! Только не звони! Мать услышит, опять истерику начнут! Давай! Луча, слушай, значит так, давай-ка сгруппируйся! Так как? Покинь ноги к себе! Ближе! Так, дольше тепло сохранишь! Вот так, давай, давай! Давай, вот так, давай! Почему они нас не достают? Готовываются! Не боюсь, достанут! Сейчас вернемся домой! Ты будешь самым красавием в танцовке! Ага, конечно! Ага, скажешь ему Климу! Климу, а вот ты когда-нибудь в море! На катере-то, ну, в открытом! Он скажет нет! А вот и Кубасе в своей серебрянке! Откуда про Климу знаешь? Ну, ты слышал, как ты по телефону разговаривала! Вот тебе нравится, да? Ага! А что ты не пригласишь его к нам на дачу? Сходили вместе на рыбалку! На великах! Ага, точно! На великах! Николай, я что подумал? Давайте мы торпеду зацепим на трусе и подальше отведем аккуратненько! Никуда мы ее не отведем! Ее вообще гонтовать нельзя! Нужно хвост потихонечку отрезать, чтобы освободить дверь в каюту! А если не резать, а просто хвост повернуть? Как ты его повернешь? Как? Ломиком? Ломиком! Давайте ручку! Против лома нет приема! Так, давай саныриваем! Бери два запасных баллона! Есть! Почему они ушли так далеко? Они не могут их достать, а у них не получается? Они специально ушли туда, чтобы я не слышала, да? Лариса, послушайте меня внимательно! Это спасатели, они занимаются своим делом! И я вас прошу, не лезьте ни в свое дело, а? Хорошо? Они же их достанут, да? Привет! Привет, мам! С ней виделся, да? Котлет не погреть? И откуда ты все знаешь? А что тут знать? Видно же, голодный! Хочешь знать мое мнение? Я должен ее забыть! Найти хорошую девушку, построить дом, посадить дерево! Увези ее куда-нибудь! В смысле? В прямом! Она тебя любит, но она приличная женщина! Вдова! Как она может с тобой здесь быть? С любовником! Значит, нужно отвезти ее туда, где вас никто не знает! Уехать и вас бросить! А мы тут без тебя умрем с голоду! Прям ложку картоникому поднести будет! Заберешь нас к себе, когда мы с отцом состаримся! Да Варя Соринов со мной никуда не поедет! Поедет! С чего ты вообще взяла, что она меня любит, мам? С того! Разве можно моего сыночка не влюбить? Не родилась еще такая женщина на свет! КОНЕЦ 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 Ой, приехали! Савка, держись! Смотрите, вон он, видите? Ну, тут сложно не увидеть. А что, в доме никого нет, что ли? Нет. Мать на базаре. У нас сегодня большой базар. Помогите! Бегу, бегу! Собачка там, аккуратней! Ого! А это кто? Это брат Силантий. Он с крыши упал. Он хоть живой? Фу, брысь! Брысь! Она не кусается, нормально? Не кусается! Ага! Уйди! Это ж спасатель! Он спасать наш пришел! Дура! В будку иди! Ей бы колбаски дать она очень любит! Найдите ей колбаски! Я пока с ним разберусь! Живой! Диспеча скорой слушает! Отряд МЧС 3215! Лейтенант Дмитрий Фомин! Мне нужна скорая на юности 64! Что случилось? Голова разбита! Позвоночник? Позвоночник не знаю! Без сознания! Я могу его оттащить? Нет, ничего не трогайте до приезда скорой! Ладно, хорошо! Я вас понял! Ждите! Что ж ты про брата не сказал? Я б тогда с доктором приехал! Да я ж не знал! Соседка убежала звонить! Я не знал, кого она позовет! Ладно, держись там! Я сейчас! Я тебе веревку сброшу! Руку через плетлю продень! Да как я продену? Я ж бочки держу! Они на брата упадут! Да ничего не случится! Руку на секунду оторвешь и проденешь! Не упадут твои бочки! Давай-давай-давай! Молодец! Я сейчас спущусь и засвобожу тебя! Сапка! Доктора приехали! Они помогут! Все! Выдыхай! Чего встал? Поднимайся наверх! Вы это поднимите? Да как я подниму это безобразие? Только если вниз, то там твоя собака и твой брат! Уберите его! И собаку тоже! Быстрее! Доктор приехал! Слышишь, сейчас откроют. Ты это, потерпи. Я потерплю. Доча, значит так, ты сейчас напугайся, я наберу воздуха и нырну. Доча, тебе будет больше воздуха. Давай. Нет. Ты чего? Раскинусь в море, широкое, глубокое. Сила! О, я живой. Смотри, заговорил. Ты как, Сил? Нормально, Сав. Ну что, притулок Саватей и историк Саватей? Со вторым днем рождения вас? Как дела, ребята? Саперы к вам выехали. Спасибо, Саватей. У нас все нормально, уже пострадавших достаем. Ну, не пуха. Чего это вам? А зачем саперов? Это для порядка. Ну, для протокола. Когда что-то находится в Великой Отечественной войне, надо саперов вызывать. Это порядок такой. Доча, нос. Ты сейчас возьми дыхание. И зажми нос, поняла? Поняла, папа. Давай, доча. Нос, доча, нос зажми. ИНТРИГУАЯ МУЗЫКА Поехали! Ты ко мне, моя хорошая! Мама! Аллечка, солнышко мое! Ко мое! Иди сюда! Вот, ты моя маленькая! Все, все! Маленькая моя! Ты что, тебе маленькая? Замужу уже пора! Аккуратно, аккуратно, пацаны! На меня! Мам! Прохоров! Этот тяжелый! Сережа! Так, сейчас, сейчас, под ноги дырить! Сережа! 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 Так, спокойно, спокойно, ребят! Взял! Так! Пап! Сережа! Оп! Пап! Тихо, 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 не трогать! Куда ты не денешься? Все хорошо! Подвиньтесь, подвиньтесь быстро! Вот его рядом! Господи! Сереженька! Живой! Живой! Нахлебался немножко! Ты куда, Семечкин? О! А вот и коллеги по нашему саперному телу! Приветствую вас! Доброго дня! Какого лешего? Чего вы здесь торчите? Еще не всех спасли? Всех спасли! Всех! Всех! Вон! Все живы! Ну, дуйте к берегу тогда! Сейчас! Спокойно! У меня там человек внизу! Человек? Сотрудник наш! А чего он там забыл рядом с торпедой? С чем? С чем? Круто! Достал! Смотрите, что достал! Семечкин! Я тебе научу, как действовать без приказа! Что там у тебя? Это вещи летчика! Кто разрешил рисковать собой ради каких-то вещей? Да не простые, это вещи! Это целая история! Здесь и пистолет есть? Может быть, по этому пистолету летчика определяют? Может, действительно, он там! Я подожду Волошь, ну, отделение! А потом прокачусь за ним следом, может, где и прогулится по пути! Где? Придет Касацкого убивать! Или Кистрина! Думаешь? Ну, если он за Липкина убивает, то и за Валентину на киски порвет запросто! Лень, ты куда? В охот собрался! Типа того! Я, видимо, ухожу! Меня ж так и не успели оформить на постоянку! Да, у меня скоро в отряде никого не останется! Куда уходишь? Валя написала, хочешь, чтоб я увез ее! Все-таки решилась! Ладно, давай! Ну, елки-палки! Давай, все! Юля, счастливо! Счастливо! Жалко! Хороший парень! Да, хороший! Волошина, видимо, чем-то его вспугнул! Чем? Вот не знаю! В активную фазу вошел наш следователь! И это тоже значит, что за ним надо проследить! Не надо, Юль! Ну, не надо! Саша! Ну, извините, мужики, сами понимаете! Исчезните! Считаю до трех! Вот дают! Шибанутые какие-то! Интересно, что они будут с этой торпедой делать? Ну, сначала поднимут, а потом на переплавку отправят! Представляешь, сколько консервных банок получится! Серьезно! Посмотри на меня! Разве я могу обманывать? Но им, честно, никого не обманывают! Может быть, на дне тот самый самолет! Ил-Галтер! Какой тот самый? Легендарный торпедоносец-штурмовик! Ходили слухи, что он здесь упал! Только никаких сведений и документов не было! Ну, вот они его поднимут и выяснят! Боюсь, после переплавки нечего будет поднимать! Да уж! Сегодня отряд МЧС-3247 совершил двойной подвиг! Эти ребята, рискуя собой, не только спасли целую семью из потонувшего катера, но и подняли со дна моря настоящие исторические реликвии! Доча, да ты не про нас рассказывай, а про наши находки важные! Вот, посмотрите, что несет в руках старший лейтенант Виктор Семечкин! Это вещи военного летчика, чей самолет был сбит у берегов моря! Пролежал на дне морском почти 80 лет! Молодцы! Орлы! Ко мне! Полицию снимать не надо! Виктор Семечкин настоящий герой! Витя, мы тебя вытащим, не бойся! Сергей Сергеевич, не надо меня вытаскивать! Я лучше правда в тюрьму, у меня так спокойнее будет! Гражданин следователь, что ж вы вцепились-то в нас, как клещ? То он всех посадит, то он всех убьет! Прям мастер на все руки! Гражданин следует... Гражданин следует... Гражданин следует... Гражданин следует... Гражданин следует... Помисс ты сумасшедший! Чего за тебя? ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Алечка, я никому не позволю тебя обижать. Лень, поехали. Куда-нибудь скорее. Хорошо. Садись. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Поехали домой. Валя, не бойся, он не выстрелит. А куда мне деваться? Ты же на меня с ножом напал. Хотел меня убить, чтобы женщину мою отобрать. А я еле отбился. На ноже будут твои отпечатки. А ты все это подтвердишь, радость моя. А я нет. А что ж ты все лезешь, тварь, а? Юр, ты спя! Перестань, горы! Спасибо. Тихо, тихо, Валя. Его теперь посадят. Не факт. Тихо, 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 тихо. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо. Тихо, тихо. 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...